всем привет в эфире этнографика меня зовут виталий шлибин и это новая серия выпусков которой я буду делиться с вами современными скажем так методами сохранения традиций культуры языка и о том как разные люди в разных странах или организации применяют современные технологии для того чтобы адаптировать или сохранить культуру или как именно традиция особенно малых народов и языки малых народов вплетаются в цифровые технологии для того чтобы трансформировавшись таким образом сохраниться и развиваться дальше в каком-то может быть новом виде но так или иначе это старая добрая традиция в новых трансформациях в общем будем говорить обо всех этих процессах изменения традиций и культуры языка в современности первый выпуск я хотел посвятить именно языку поскольку самая такая актуальная проблема которая несколько лет уже витает в нашем новостном пространстве сохранение языков малых народов коренных языков в общем-то проблемы связанные с этим сохранением в самом случае мы можем говорить не только о государственной проблеме но и частной то есть когда мы говорим о том что вот государство допустим школах отменяет там язык или уменьшает его количество делать факультативным на самом деле государство это скорее следствие чем причина потому что самая главная проблема сохранением языка стоит все-таки на уровне семьи то есть если человек разговаривает в семье если человек разговаривает в быту так скажем применяет его и относится к языку как к важной для себя составляющей он соответственно передает это и младшему поколению своим детям и внукам если язык не интересен в принципе то и конечно не государственные потуги не сильно его спасут даже если сегодня его включить его обучение но это такие сложности о которых мы еще поговорим впереди а пока хотелось бы привести несколько примеров применения способа цифровых так скажем технологий или какой-то политики государственные для сохранения языка на государственном уровне как правило сохранение языка регулируется определенными законодательными актами в частности самый главный из них по крайне мере в восточном полушарии считается европейская харти языков она лишь условно европейская на самом деле она такая международная хартия которым вольно принимать любые государства и просто она региональная в данном случае мы сегодня видим в россии нет использования языка в школах в госучреждениях малых народов я имею ввиду потому что в принципе мы не принимали эту эту хартию российская федерация не принимала эту хартию и поэтому она вольно поступать как ей вздумается как государство вздумается в европе тоже не все так однозначно допустим во франции тоже не принято эта хартия и во франции вы сегодня не найдете допустим школ или каких-то учреждений где бы ну обязательно являлся допустим какой-нибудь гасконский язык или бретонский или так далее или басков басков даже язык да то есть во франции действует политика франция есть французы то есть как и в америке америка есть американцы соответственно один язык одна культура и все должно быть сплетено внутри то есть они не приветствуют вот этой вот выделение отдельных языков и культур другой яркий пример наоборот это испания в испании сегодня наоборот принято это хартия и благодаря ей развиваются местные школы местные институты власти и институты социальные они приветствуют знание языка если мы говорим допустим о каталонии или каком стране басков то и там и там оба языка изучаются их родные то есть говоря в каталонии человек со школы изучает 50 на 50 какие-то предметы на испанском какие-то на каталонском каталанском и у него нет проблемы допустим что вот выучив каталанский он поедет в мадрид работать и вот никуда его не возьмут наоборот людей принимают с двух язычных принимают если у тебя один язык допустим каталонский то в мадриде тебя буквально за там несколько месяцев подтащит в испанском языке так что ты будешь говорить идеально и наоборот приветствуется знание нескольких языков поэтому грубо говоря испанец попадая в каталонии в барселону да он тоже может за несколько месяцев подучить каталонский и собственно горе владеем поступать на госслужбу или там в образовательные учреждения медицинские культурные так далее и это приветствуется а наоборот как раз не знание языка она может быть препятствием и та же самая история в стране басков только там чуть пока поменьше там не не 50 на 50 ну примерно треть предметов изучается на басском но баский язык является обязательным при устройстве на работу не часто поэтому вопрос здесь стоит в каком ключе два разных подхода естественно европейская хартия просто дает очень серьезную финансовую подпитку организациям и государствам которые приняли ее для развития вот таких школ для развития обучения на языках и его внедрение в общую государственную частную жизнь и она касается языков носителями которых являются 2 до 10 процентов населения вот с другой стороны испания вообще пошла еще дальше и запустила еще и специальные языковые курсы для иностранцев грубо говоря помните язык басков иностранец может выучить даже не приезжая в испанию вот например и филиал этой школы есть москве про мгу где вы можете выучить язык басков еще более невероятные истории с сохранением развития языка вы можете встретить например в англии здесь тоже действует такая же программа как в испании и она очень эффективная на самом деле потому что допустим если мы возьмем какой-нибудь уэльс уэльский язык еще несколько десятков лет назад был такой не самый важный и его не изучали специально на нем говорили только старики около 19 процентов населения а сегодня на нем говорят огромное количество людей почему то что школы соответствующие открылись и уэльский язык стал одним из обязательных языков для работы но уэльс это не главный показатель да есть еще фишка с языком острова мэн самом деле это английский к уэльскому языку тоже из той же группы кельтских языков и вот что получилось что к 50-60 годам носителей языка стало очень критически мало и ну причем последний носитель языка как последний из говорящих убыхов в Турции он умер в 60-х годах но тоже успел оставить после себя довольно большое количество записей на мэнском языке на магнитофонах и записывали и в 90-е годы появился ряд появился ряд общественников в частности вот адриан каин который просто начал поднимать эти записи мэнского языка и писать на них разные интересные посты в интернете в конце 90-х начал 2000-х еще потом появился youtube они начали записывать в youtube видеоролики на мэнском языке в twitter какие-то посты делать это просто стало модным то есть язык мэнский язык стал модным да он стал языком общения в социальных сетях и молодежь стала как бы подтягиваться под эту тему изучать язык и сегодня около двух тысяч жителей острова мэн уже владеет прекрасным мэнским языком то есть он был из небытия возвращен восстановлен и прекрасно себя чувствует при том что статус его ну скажем так такой же был как у убыкского как вот в турции могли бы то же самое провернуть и скорее всего эффект был бы столь же успешным собственно а в чем проблема тогда как у мэнского языка как у большинства языков наверно малых народностей есть проблема ее отмечают все исследователи это отношение к языку людей самое главное самое краеугольная проблема это отношение к языку люди которые потеряли мэнский язык в шестидесятых семидесятых годах они относились к нему ну как как со страхом что ли то есть этот язык считался непрестижным сельским таким язык деревенщины нищеты то есть он ассоциировался с этими понятиями то есть с этим с мэнским языком ты в жизни не никуда не попадешь не он не нужен просто неприменим в условиях англии то того времени пользы для жизни он не приносит зачем он нужен соответственно будешь знать мэнский язык это останешься только в своей деревне и эта логика она действительно работает она сегодня я сам лично вижу чувства на кавказе то есть есть у многих людей предубеждение к своему родному языку как языку такого деревенскому лаульскому станичному то есть это язык тут бабушек девушек деревне и зачем он не нужен я буду казаться только какие-то деревенщины если будем говорить и все таким образом язык принижается так по сравнению с государственным языком еще одна проблема это вот эта логика что пусть лучше учат английский язык он полезен действительно английский язык полезен но как показывает практика например той же испании или там германии там детей учат английскому прекрасно с первых лет жизни то есть эти люди вырастая они просто трехязычные то есть они знают свой язык они знают английский язык и знают язык государства в котором живут и не мешает совершенно им никак это знание вот здесь вот выступает уже главная роль государства поддержать стремление людей прибавить мотивации к изучению языка на сделать так чтобы язык в том числе был обязательным для продвижения по карьерной лестнице не обязательно пусть даже для трудоустройства но если ты хочешь продвигаться по карьерной лестнице своем каком-то регионе где-то живешь и где на этот язык является как бы родным для многих понятно что изучение языка вот в данном случае и как вывод это двойная такая стратегия сначала люди должны понять и осознать что им это язык нужен все-таки они хотят его сохранять и государство должно свою очередь понять что этот язык людям нужен и нужно помочь им с мотивацией с этой сохранением языка сделать его престижным и как видите не говорится государство не разваливается с неба не падают метеориты не знаю там конец света не наступает от того что люди начинают говорить на нескольких языках в своем родном регионе и этот язык обязательным становится в определенных условиях для трудоустройства хороших никто не умер все процветают и язык процветает и культура и хуже никто если не живет то есть есть очень много предупреждений и растущих еще оттуда с 19 века вот эти вот эпохи империи и цивилизаторства такого европейского шовинизма когда считалось что именно язык государственный должен быть важным и остальное должно отмереть отпасть как это делалось во всех государствах в двадцатом веке когда запрещали говорить на родном языке несколько факторов до изменения сознания в голове мотивация и сочетание частной инициативы государственной но опять же и как видите с языком мэн обошлось вообще и вначале без государства то есть люди просто использовали соцсети для того чтобы сделать его модным языком общения и когда он уже стал популярным когда его уже в чат на в частном порядке стали изучать массово люди туда подключилась государство уже видя что с факт свершён и начал поддерживать его еще одна история это израиль и иврит но это понятно это государственное решение исключительно о воссоздании древнего вообще языка как то которым не говорили несколько тысячелетий и сделали его государством но нужно понимать что современный иврит несмотря на свое восстановление это не совсем язык общения так скажем того времени то есть за 2000 лет появилось такое огромное количество слов выражений словосочетаний вообще все реалии поменялись что по сути дела этот язык был трансформирован взята база какая-то основная на нее накручено уже соответственно и количество взятого из идиша или чего-то нового сконструированного то есть язык новосознанный впрочем как говорят и турецкие насколько я понимаю турецкий язык современный очень отличается от староосманского и представляет собой некое сочетание народного и староосманского языков но вы конечно закономерно можете спросить знаете вот опыт показывает что везде все люди разные и наши люди на это не пойдут но не захотят они использовать язык или там поленится я не знаю и недостаточной мотивации будет но и государство не подключится возможно такое возможно мы имеем перед глазами пример той же ирландии которая получила независимость еще 1921 году и как она не пыталась биться над восстановлением ирландского языка ничего не получилось сейчас всего лишь три процента населения в западных областях вот там в глубинке разговаривать на ирландском языке и то это двуязычные люди и в ирландии не получилось еще и потому что попытка восстановления ирландского языка шла из города исключительно это была интеллигенция которая начала такой старокнижный ирландский восстанавливать то есть они не захотели поехать в деревню действительно поговорить с этими ирландцами потому что тот ирландский деревенский он не чистым был ирландский там уже такой ирландско-английская смесь естественно они начали чистый книжный восстанавливать и пытаться его провести и население понимаешь какой-то подвох она просто ну не приняло это и между вот этими городскими ирландцами интеллигентами и западными областями где живут эти три процента между ними непримиримая враждан по этому поводу идет потому что каждый ирландский язык по-своему понимает это конечно да тяжелое наследие колониальной политики в ирландии и сомневаюсь что в мэнском языке тоже был какой-то чистый вид то есть мэнский язык наверняка был очень сильно обогащен английскими словечками и поэтому как например сегодня адыгский язык очень обогащен и русскими и татарскими словами но это говорит лишь о том о желании и способах применения языка но вопрос сложный и поэтому я наверно здесь обращусь к вам на ваш взгляд какие методы могли бы быть применены для сохранения языков ну допустим тех же кавказских их сохранение и применение в дальнейшем то есть популяризации их возможно ли такие проекты потому что сегодня мы знаем есть немало способов сохранения языков там северная сети пытались пытаются сделать такие популярные курсы табазины мне нравится алашара у них организация которая и фильмы и мультик переводят на языке из какие-то игры делает комиксы там не комиксы какие-то вот раскраски книжки на родном языке пытается использовать эти технологии современные цифровые для того чтобы общаться с на этом родном языке с детьми с подростками взрослыми для того чтобы привлекать внимание к важности изучения языка и довольно эффективно это делает есть определенные проекты в адыгее конечно но это все не такие прям уж массовые проекты да то есть это не стало популярным до сих пор вопрос конечно почему то есть методологии нет изюминга может быть тут наверно нужно понять просто какая к какой метод будет популярным особенно у молодежи что будет их цеплять и что будет мотивировать изучать язык но предлагаю обсудить эту тему в комментариях ниже на этом у меня все подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик под этим видео для того чтобы получать уведомления о свежих видео на этом канале делитесь с друзьями и до новых встреч всем пока и и